Дорогой шампанское, белоснежные шатры, казачий хор, местный бомонд и столичные гости. Такого события в Южноуральске не было уже более полувека. Заложить камень в строительстве второй очереди ГРЭС доверили вице-губернатору Сергею Комякову. Новый губернатор Челябинской области поставил одну из серьезнейших задач и перед правительством, и перед промышленниками, и перед инвесторами превратить Челябинскую область в один из самых привлекательных инвестиционных регионов Российской Федерации. Поэтому таким инвесторам, как УГК-3, мы можем только радоваться. Новая парогазовая электростанция – это не только огромные инвестиции в экономику Южного Урала, а также дополнительные рабочие места на строительстве будет занято около трех тысяч человек, но и значительные отчисления в бюджет. А потом будет работать человек всего 300, потому что станция современнейшая, автоматизированная, ну в принципе, как бы, ну это 300 квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест. В 1953-м Южноуральск начал свою историю со строительства ГРЭС, и вот решено строить новые энергоблоки. Они вырастут на противоположном берегу реки Увелька и будут в разы мощнее, смогут вырабатывать миллион двести киловатт. Этой энергии хватит, чтобы обеспечить электричеством не только Южный Урал, но и Северный Казахстан, Сибирь и даже центральную часть России. А строительство этой ГРЭС, оно принципиально важно для нашей области. По прогнозу, потребление электрической энергии на территории Челябинской области к 2015 году достигнет шести с лишним тысяч мегаватт. Первый энергоблок планируют запустить в 2012 году, а на полную мощность станция заработает лишь через 9 лет. К тому времени ее предшественницу, работающую на угле, уже закроют. Блоки, которые пускались 58 лет назад, сегодня, конечно, не будут эффективными при работе в рынке, и они стоят первыми на вывод из работы. И еще один немаловажный факт. Вместе со старой станцией пропадет и пейзаж с дымящими трубами. Новый энергокомплекс будет оснащен современными очистными, и концентрация вредных выбросов будет практически сведена к нулю.